Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о сборной России по футболу, которая сейчас готовится к октябрьским сборам, простите мне такую тавтологию, но тем не менее, сейчас только так и можно описать происходящее с национальной командой, потому что при прочих равных мы бы говорили, что сборная России готовится к матчу, не знаю, с Парагвая, Таджикистаном, Катаром, еще кем-то, а сейчас сборная готовится к сборам, и все. Соперника до сих пор нет, судя по всему, мы можем его вообще в итоге не получить, и тут возникает логичный вопрос, а нужен ли этот сбор, а дальше возникает вопрос, а нужна ли эта сборная в таких условиях. Давайте разбираться. Но сперва хотелось бы сказать, что я завел свой блог на Бусти, где публикую прогнозы на все матчи российского чемпионата, а также там будут выходить ретро-ролики, посвященные выступлению российских команд в Еврокубках, и там уже вышло видео, посвященное сезону 92-93, когда ЦСКА обыграл Барселону. Спартак смог пройти Ливерпуль. Это было серьезное состязание, и то, что Спартак остановился в паре шагов от трофея, это очень серьезный успех. А Торпеда и Динамо достойно выступили в Кубке УЕФА. Все эти ролики доступны в полном объеме на моем Бусти. Ссылочка в описании и в закрепленном комментарии, плюс к этому в конце видео я буду упоминать всех платных подписчиков с моей платформы Бусти. Итак, вообще то, что произошло сейчас, это, конечно, серьезная недоработка наших футбольных властей. Мне кажется, что вот в этом моменте можно предъявлять им определенные претензии. То есть есть некоторые вопросы, которые задают некоторые журналисты, и они за пределами здравого смысла и логики. Например, небезызвестный любитель стучать на своих коллег Биги Егоров в свое время очень активно форсил тему, что Дюков идиот и обормот, потому что нас до сих пор не вернули в международные соревнования. Что, конечно, нелепо. Сама идея того, что Дюков именно поэтому плохой руководитель. Претензии к Дюкову до хрена, но вот сейчас в нынешних политических условиях жаловаться на то, что он не вернул Россию на чемпионат Европы или мира, это детский сад. Ну или голый дикий популизм, как очень любит Егоров заполнять свои ролики вот этим популизмом. Так что здесь, в данной ситуации, наверное, странно жаловаться на работу Дюкова и всех остальных. Но вот когда мы говорим о конкретных октябрьских сборах, где мы не смогли подобрать соперников хотя бы на товарники, вот тут, наверное, есть о чем призадуматься. Тем более, что в целом ситуация вроде как стала благостнее для нас. То есть вот, пожалуйста, несколько подряд было сборов, где мы находили соперников конкретных. Причем зачастую достаточно серьезных и достаточно интересных. При этом есть слухи про то, что наш футбол попытаются в ближайшее время вернуть хотя бы на уровне юношеских и молодежных сборных. То есть, казалось бы, в целом тренд идет в пользу сборной России. Но тут на тебе, октябрьские матчи, а матчей у нас нет. Разумеется, здесь нужно учитывать несколько факторов. То, что товарищеских матчей в европейском футболе почти не осталось. Вместо товарищеских матчей ввели вот эту Лигу наций, в которой нас, как известно, нет. Касательно азиатских команд, у них сейчас идет отборный чемпионат мира и так далее. Поэтому найти соперника действительно очень тяжело. Количество товарников резко сократилось, а мы только в них и можем участвовать. Однако здесь, на мой взгляд, вопросы все равно остаются. Тем более, что мы видим очень обидные сообщения про то, что сборная Таджикистана отказалась с нами играть. Не по каким-то политическим причинам, конечно же, а по организационным. Но тем не менее. Это поневоле подыгрывает тем людям, которые говорят о том, что сборная не нужна вообще. Потому что при прочих равных, когда наша национальная команда хотя бы проводит товарищеские матчи, неважно, с Кубой, с Катаром, еще с кем-нибудь, все равно. Это очень важный момент. Это матчи, которые необходимы. Это матчи, которые нужны для того, чтобы к возможному моменту нашего возвращения у нас была работающая целостная команда, которую не придется экстренно создавать с нуля. Где будут какие-то работающие связки, взаимодействия и так далее. Но вот в таких историях, когда сборная собирается исключительно ради сборов, подобные мысли и подобные доводы, они будут приводиться. И они будут вдвойне актуальными, если в итоге мы получим некую фигню. Например, как в свое время у нас провели закрытый матч между старшей командой, сборной старшей и молодежкой, которую никому не показали, ни молодежку, ни старшую команду не показали встречу. И просто где-то там что-то отыграли. И остается догадываться, а был ли матч, или они на Sony PlayStation там поиграли в футбол. Поэтому здесь, наверное, есть вопросы касательно работы Дюкова и всех остальных. Но в целом, на мой взгляд, нельзя сейчас ставить вопрос Айбром и говорить о том, что сборная не нужна. Да, в октябре явно вышла накладка по организации, по всему остальному. Но в дальнейшем у нас, конечно же, будут матчи. Товарищеские. Которые нам необходимы. Необходимы для того, чтобы поддерживать работоспособность коллектива. Поэтому глобальных вопросов о необходимости или отсутствии необходимости сборной я бы здесь не ставил. Здесь речь про то, что, к сожалению, в конкретном месяце наши руководители, дай бог, пока что ни с кем не договорились. Может быть, что-то в итоге произойдет. Может быть, лед сдвинется. И наш ледокол футбольный доберется до какого-нибудь, может быть, и экзотического, но все-таки полноценного соперника. И мы хоть что-нибудь посмотрим. Чтобы дальше обсудить, как сыграли вратари. Как отработала защита. Как показала себя атака и так далее. Но на данный момент имеем то, что имеем. Матч пока что официально не объявлен ни с кем. Только негативные слухи про то, что многие соперники потенциальные отказались. Хотелось бы поблагодарить моих платных подписчиков на Бусти. Валерия Седина, Фила Ричардса, Дмитриевича, Микро Хафилпафа, Серго ФКСМ, Кирилла, Евгения Злобина, Ольгу Фролову, Максима Новикова, Алексиса, Гладиатора Свау, Тихона, Изадеров Изадеров, Рима Рефрежератовна, Елену, Just Do It, Лазарес, Олег ЦВБП, Кристал Мун, Кель, Мага 01, Профессор Сергей Тининбоем, Майлкарт. Спасибо вам, дамы и господа, вы лучшие. Но и отдельное спасибо уважаемому товарищу Хедж Мастер, который взял максимальный уровень подписки под названием Златан Ибрагимович.